Привет, ребята! Новый день на улог. И сегодня мы с вами оказались вот в таком красивом и необычном месте под названием Хануман World. То есть по-русски это, так скажем, зиплайн. Вы одеваете вот такое вот оборудование. И в нем, как альпинисты, по всем вот этим джунглям будете кататься, спускаться с мостика на мостик и так далее. Так все это выглядит. Кстати, кто смотрит постоянно мои выпуски, в прошлый раз у меня был выпуск с ресторана Триманкис. Обязательно посмотрите его, потому что этот ресторан тоже такой очень интересный, уникальный, находится в джунглях. И плюс ко всему прочему, здесь есть еще вот такие, по-русски назовем это детские салазки, на которых можно гонять будет с горы по асфальту. Тоже сейчас все вам расскажу, покажу, сколько это стоит. Итак, давайте начнем с того, что здесь помимо самого Ханумана, ресторана Триманкис, есть еще и такое небольшое кафешка. Вот такая небольшая кафешка. Соответственно, мы в ней сейчас тоже посидим, закажем здесь еды, пообедаем и после этого уже отправимся в приключения по джунглям. Так, про цены на зиплайн я вам расскажу чуть позже. А вот здесь у нас сразу менюшка с салазками. Салазка стоит 1 поездка 790 бат, 2 поездки 890 и 3 поездки 990. Там дополнительные плюс поездки, там тоже видите цену. Ну, в принципе, достаточно недорого. Мы ездили на таких в Сингапуре, там, я думаю, это было долларов, наверное, на 20-30 дороже было точно. Так, ну что, ребята, нам принесли, наконец, наш обед. Я заказал, как всегда, паттай, клап-сэндвич. Сейчас пообедаем. После плотного обеда пойдем висеть на деревьях, как обезьяны. Так, ребята, по ценам все начинается от 1500 бат до 3500 бат. То есть разные пакеты. Это уже надо тут каждому приходить, смотреть, кому что понравится. Так, ну что, ребята, хотели мы покататься на зиплайнах, но оказалось, что надо все это бронировать заранее. Поэтому не будьте, как мы, бронируйте все онлайн за день. Потому что мы сейчас приехали, говорят, если бы приехали бы хотя бы до 3 часов, еще бы успели бы попасть. Но мы приехали уже в 3 с копейками и уже не попали никуда. Поэтому нам остается только кататься на санках. Ну, хотя бы так. Так, ну что, ребята, приобрели мы 2 билета на санки. Мы поедем один взрослый, один ребенок, один взрослый, один ребенок. Все там вместе с налогом и так далее. Вышло 2500 по одной поездке. Там, если брать 2 поездки либо 3, там, как я показывал, до этого будет немножечко... Точнее, не немножечко, а гораздо дешевле. Но нам, в принципе, достаточно будет и одной поездки. Не очень хочется туда-сюда несколько раз карабкаться. И, как видите, мы начали свое путешествие вот с таких, так скажем, полуджунглей. То есть вы идете, подымаетесь куда-то. Мы еще... Сам я еще не знаю куда. Видимо, куда-то на горку. И там уже с горки съезжаете. Когда мы были в Сингапуре на таких же санках, там нас, естественно, на таком... Как, знаете, как на горнолыжке подымали в такой... Ну, кабинке это, скажем, да. Там было прикольно. Кстати, кому интересно, тоже обязательно посмотрите. У меня есть выпуск Сингапура. Это остров Синтоза. Там все это, естественно, выглядело намного интереснее, эффектнее. И надо было вот ходить вот так вот по джунглям пешком. Шел второй день похода в горы. О, вот, вижу, наконец, я вижу санки. Вот все, мы поднялись. Здесь, видите, какая красотища. И вот вокруг тут мы идем. Тут, видите, раз. Там где вот она, два. Кругом вот эти штуки. Вот вы вдоль вот это все на этих зиплайнах, то есть ходите, путешествуете. А вот эти, так скажем, санки, это вы просто поднимаетесь на горочку. И уже отсюда спускаетесь и едете вниз. Ребята, у нас тут некоторые планы поменялись. Дед решил, что он не влезет в санки, и поэтому... Поэтому мы уже едим не в четвером автоем. Короче, кто-то испугался. Так, Милан, ты рада, что ты одна поедешь? А? Все очень просто. Тянете назад, она тормозит. Тянешь вперед, она едет. Так, ребята, начинаем наше путешествие. Не знаю, получится ли нет все заснять на камеру. Ну, попробуем. Ну, что, народ, погнали. Что-то она не едет, тележка. Так, Милана, давай, обгоняй нас, мы хотим тебя поснимать. Давай, гони. Что? Все. Ну что, ребята, вот мы и доехали. Дорога была крайне, крайне короткая. В Сингапуре была, не знаю, наверное, раза в три длине. Малой психует. Второй ребенок, дочка где-то по пути застряла, испугалась. Я не знаю, сейчас ее, наверное, там оттуда кто-то будет забирать. Возможно, даже мне придется. Ну, в общем, такое как бы, ну, на один раз, да, можно прокатиться, наверное. Но, честно скажу, дороговато, блин, сколько там, 1200, где-то 50 бат на человека, получается, с ребенком, если. Так, все, вон уже все вместе едут, последние, последние участники. Моей, моей дочери все нету. Где-то, видимо, приостановилась. Придется идти, наверное. Ты! А как ты тут очутилась? Как ты тут очутилась? Я тебя что, пропустил? Тебя на чем привезли? А что у тебя сопли, сопли, убери? Теперь, ну как? Смотрите, теперь одна покаталась, ее не доехала, привезли. Второй рыдает. В общем, если вы решили кататься, едьте лучше без детей. Потому что, ну, это вот такое вот. Так, все, ребята, после того, как вы доехали вниз на санках, вас вот на таком броневичке, грузовичке везут на рецепшн. Ну, что, еще раз, расскажи ваши впечатления. Еще поедете? А тебе что не понравилось? Ты же со мной ехал. Тебе что не понравилось, Спартак? Ты со мной еще поедешь? Мне было крайне неудобно, потому что я все время следил за камерой. Спартак ее держал. Поэтому, ребята, обязательно, если хотите с камерой это все проехать, берите глупрошку, цепляйте ее куда-нибудь там на шлем или куда, я не знаю, потому что в руках даже ребенок, ну, держит там, все качается. Ну, не очень удобно, имейте это в виду. Ребята, после всех слез и так далее, мы все-таки уговорили бы, чтобы я прокатился с дочерью второй раз. Короче, попытка номер два, погнали. Так, Милана, главное камеру нам сейчас не расколотить. Получается? Да. Ну, че, народ, погнали. Ехать побегите. Держимся, мужики, держимся. О, нет, 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 нет. Она, ты почувствовала? Да. Она встала на боках, типа, знаете, как машина, но твое колесо становится на бок. Она вот так же пристала. Это жесть. Короче, ребята, я до этого говорил, что надо кататься только один раз. Нет, видите, все-таки две поездки, потому что вторая поездка уже более созданная, более скоростная получается. О, ребята, я тут вот еще снимаю с зиплайном. Видите, он зиплайны тут гоняет. Солнце светит, я ничего не вижу. Вау, вот он, вот он, вот он гонит, смотрите, прикольно. Вау. Вот такие вот полеты тут гиббонов. Че, как тебе второй раз? Получше уже? Все, слезы прошли? Ну, зато сейчас Спартак там, наверное, сидит, рыдает. И, кстати, ребята, вот чем отличается вот эта штука, да, она там отдельно продается и получается сам зиплайн. То есть зиплайн вы просто вот везде там по деревьям ходите, там, ну, можно сказать, что лазите. Вот видно, вот группа пошла, она что-то спустилась с дерева, да, как бы прикольно. Но обязательно берите вот эту линию, она там отдельно, по-моему, полторы или сколько тысяч стоит. Либо вообще берите только ее, потому что она намного интереснее. Получается, вы тоже среди джунглей едете по вот этой, ну, так скажем, железной, да, железной штуке, по этому железному зиплайну. И то, мне кажется, намного интереснее, чем что-то там просто вот так вот по деревьям ходить в целой группе в течение часа. Ну, это лично мое мнение. Ребята, мы решили заехать на гору обезьян, покормить их немножечко. Обезьяны тут просто кругом. Лучше вот так вот окна не открывать, потому что они могут запрыгнуть прямо в машину, забрать камеру, очки, все что угодно. Так, ну что, ребят, мы доехали до горы обезьян. Здесь вот такая вот небольшая парковочка. Раньше можно было в определенное время даже подниматься на байках, на машине до самого верха. И сейчас здесь что-то полностью все перекрыли, и, соответственно, можно подниматься только пешком. Мы туда на самый верх уже не пойдем, потому что мы там много раз были. И, соответственно, здесь куча сейчас обезьян, их можно здесь покормить, все что угодно с ними поделать. Тут, так скажем, вот человек, который управляет обезьянами, у него, видите, такая рогатка, и он стреляет по обезьянам в случае, там, если они там нападают на людей или что-то делают. Обезьянная прям к ребенку подбежала, к коляске. Девочка маленькая даже не боится. Вот такие вот тут наглые обезьяны забирают еду прямо у детей. Короче, тут самое главное, когда вы идете, снимайте с себя все очки, все рюкзаки, все мелочи, из кармана все доставайте, потому что они могут прям в карманы к вам залезать. Так, ребята, вот решили мы немножко тут купить корма для обезьян. Они очень любят всякие орешки, бананы, тут все это продается прям, так все это выглядит. Главное, сразу им все не давать, надо всегда прятать. Милан, да не кидай, Спартак, не бегай, не бегай от них. За рукой вода держат, он боится. В общем, как я говорил, не обязательно идти на самый верх. Дед, дед боится обезьян. Страшно? Страшно. Так, вон еще человек один кормит. Короче, многие очень сильно боятся обезьян. Не, Милан, дай в руку, положи себе орешек и сядь аккуратненько, и протяни руку. Вот так, да, видишь, он тебе все возьмет и ничего с тобой не сделает. Короче, у нас пока самое смелое, это Милана, да? Так, дед вроде немножко осмелел. Завалим обезьяну орехами, нападайте все. Дед, дай мне орешек. На, пакет подожди, подержи. Так, ты Спартаку дай в руки. Нет. Нет. Короче, у нас Спартак самый трусишка сегодня. Не хочет обезьян с руки кормить, боится. Некоторые обезьяны, как видите, сидят вообще на проводах. Я не знаю, как их там до сих пор током. Они прям бегают наглую по проводам. Блин, как они там выживают, непонятно, на этих проводах. Так, ну что, ребята, мы все грязные, растрепанные. Решили заехать в центр фестиваля, погулять, покушать, поесть, поужинать после этого всего безумия, которое творилось у нас на горках, на этом зиплайне. Ты как? Нормально? Пацана, пацана, да, пацана уже вроде успокоили. Сказали, что сейчас что-нибудь вкусненькое купим. Вроде, вроде пацан успокоился. Ну да. В общем, ребята, что у нас тут в фестивале ничего особо нового не открылось. Кроме Диора, я не знаю, кто-нибудь был. Если в прошлом году Диора еще не было, сейчас в самом конце открылся Диор. Так же, как и раньше, Гуччи, Эрмес, Луи Витон. Луи Витон. Тут в Луи Витон, как всегда, стоят очереди китайцев. На первом этаже, ребят, людей сейчас не так много, потому что первый этаж в основном брендовая. Ну, в Луи Витоне только стоит очередь небольшая. На втором, как видите, сразу уже людей побольше. Все прям видно с первого этажа, по эскалаторам поднимаются на второй этаж. И тоже, кто вдруг не знает, это с нового фестиваля, а переход на втором этаже в старый фестиваль. Поэтому здесь, в принципе, самое большое, так скажем, скопление людей. Потому что все, кто гуляют, они обычно ходят со старого в новое или с нового в старое и так далее. Сейчас покажу, какой здесь огромный поток. Вот такая вот здесь толпа людей. И это еще мало, потому что буквально, не знаю, мы здесь были две недели назад. Здесь людей было, не знаю, наверное, еще раза в три больше. Просто здесь чуть ли как по Волкинг-стрит люди ходили. Невозможно было там даже протиснуться. Потому что был, так скажем, Новый год, новогодние праздники. После Нового года там еще тоже очень много людей было на Пукете. В самом начале торгового центра вот такая вот представлена фирма. A-I-I-Z, мое АИС называем. Здесь достаточно много вещей для детей. Для взрослых, понятное дело, тоже есть. Но для взрослых они, как бы, такие, так скажем, не очень стильные, не очень интересные. А для детей, в принципе, самое то. Там недорогое все. И там тоже, видите, сейчас 50% скидки. Сколько вот такая стоит, допустим? 450 бат шорты. И плюс на них сейчас скидка, соответственно, 225 бат. Ну, то есть вообще копейки. То есть по 200, по 300, там вот по 390 бат. Шортики, футболки. Buy one, get one free. То есть покупать, допустим, одну футболку, к примеру, там за 500 бат. Она даже, по-моему, 200 стоит. Вторую получаете в подарок. То есть цены вообще копеечные. Соответственно, те, кто живет на Пукете, я думаю, довольно часто заходят вот в такие магазины. АИС и тому подобное. И, так скажем, в старом центре фестиваля здесь нету каких-то таких дорогих марок. Все очень простое. Вот. А уже в новом фестивале там и Дольч, и Гуччи, и Витон. Далее у нас по правой стороне спортивный магазин Super Sport. Тут просто нереально много людей постоянно. Все покупают там кроссовки, футболки, что-то еще. Так, пацан у нас тут ходит, плачет, что у него... Он специально сегодня одел старые кроксы и ходит разводить, что они ему уже давят. Разводят на кроксы. Сейчас пойдем чуть дальше. Там в самом конце, с левой стороны, должен быть магазин кроксов. Кстати, открылся магазин H&M Home. То есть это все для дома. Примерно, может быть, полгода назад. Соответственно, сейчас тоже очень многие сюда приходят, покупают, обставляют себе квартиры на Пукете. Ну, может быть, даже и в Россию что-то везут. Не знаю. Но мне кажется, там как бы и так достаточно всех этих тарелок и прочего. Далее у нас, как я и сказал, H&M. Он занимает два этажа. Там и детская, и взрослая. В принципе, я думаю, куда тоже нет смысла заходить. Все и так знают эту марку. Ничего интересного там особо нет. Там Zara, Guess, Victoria's Secret. И вот разные какие-то там остальные бренды. И вот мы уже практически дошли. Тут магазин слева скетчерсов. И за ним сразу идет Крокс. Кстати, смотрите, какой-то у нас вечер проходит. Медикал клиник какая-то. Здесь, видимо, медикал клиник либо открывается, либо открылась, может быть, и устраивает здесь как промоушен. Здесь такая зона промоушен. Здесь постоянно то машины продают, то еще что-нибудь, то вещи какие-то со скидками. И сейчас какая-то медицинская клиника устроила какой-то промоушен. Так, и вот, соответственно, здесь у нас Крокс. Крокс тоже, смотрите, сразу всегда полный, постоянно полный. И здесь очень часто тоже бывают скидки. Там и по 30, и по 50%. Мы здесь довольно часто тоже детям покупаем Кроксы. Сейчас спросили, говорю, есть что-нибудь для мальчика? Они говорят, нет, ничего, только вот эта коллекция. Там видите, все цветное, синее, розовое для девочек. Что-то для парней, говорит, скоро coming soon. В общем, у нас сегодня пацан вообще огорченный. Зиплайн ему не достался, санки ему не очень понравились. Кроксы ему не купили, точнее, их нету здесь. Не его день сегодня. Так, ну а дальше у нас идет магазин продуктов. А справа, сейчас обойду, справа у нас находится фуд-холл. Сейчас тоже я там пройдусь, покажу вам вкратце все. Итак, вот у нас пошла дорога на... Дорога! Отделение Топса. Магазин, огромный магазин. Ну, в принципе, там особо показать нечего. Я думаю, все его знают. Продукты как продукты. А вот пошел у нас фуд-холл. То есть, многие тоже, знаете, покупаете такие карточки. Покупаете, что вам нужно. Выбираете любую еду и расплачиваетесь. Ну, либо там с телефона, если у вас там местный банк есть. Приложение местного банка. Вот. Тоже, как видите, все практически полное. Очень много здесь людей любят как завтракать, так обедать. И даже ужинать. Я иногда сюда захожу. Я вам сейчас покажу место, где просто безумно вкусный том-ям готовят с лапшой. Вот если мы, так скажем, от магазина Топс. Магазин Топс сразу получается вторая. Второй раз, два, второй лоток. Вот прям большими буквами написано том-ям. Том-ям-нудл. Просто божественный том-ям-нудл. С креветками. Он там, по-моему, стоит в районе 90 бат. Обычный 65, с креветками вроде 90 бат, что-то такое. Ну, то есть недорого. Просто безумно вкусный. Ну, а остальная еда там, в принципе, вся тоже всем понятная, тайская. Те, кто был в таких фудколах, знают, что здесь есть на любой вкус любые тайские блюда. Множество-множество вот таких вот лотков. Соответственно, как я и сказал ранее, вы подходите к любому. Либо показываете там по меню, либо просто вот у них там часто бывают такие картинки. Показываете им картинку, да, если там по-английски не говорите. И вам, при вас их тут же готовят там за минуту. И вы уже садитесь на любое свободное место, как в столовой. Ну, вот единственный минус, что все есть постоянно, знаете, так, ну, грязно, неопрятно, потому что очень много людей. Мне это не очень нравится. Мы обычно сюда вот в низкий сезон, когда уже людей нету. Иногда, когда в фестиваль, допустим, заехались что-то купить, заодно заскочили там, допустим, днем пообедали. Потому что остальные рестораны мне, если честно, здесь вообще не нравятся. Здесь в основном такие корейские, японские рестораны. Единственное, в самом конце есть ресторан Wine Connection, это сетка. Да, мы там иногда ужинаем, там пицца, стейки. Все остальное мне вообще не нравится. Еще есть японский ресторан, там жена любит, но я японский не люблю. Ну что, ребята, Спартак все-таки развел нас на какие-то непонятные кроссовки. Те самутыки нравятся. Нашел, нашел себе кроссовки. Мы зашли вот в такой китайский ресторанчик на втором этаже старого центра фестиваля. Мы давным-давно здесь были. Все потому, что мы сюда зашли. Здесь есть пехинская утка. Принесли нам утку. Смотрите, здесь такой интересный подносик. Утка, сразу скажу, я даже по виду вижу, по сравнению с тем, что мы ездим. В настоящей китайской она такая прям убитая, старая. Шкура такая перегорелая, можно сказать. Думаю, что не очень вкусная. И суп тоже какой-то мутноватый такой. Сейчас прям попробую, скажу. Да, суп тоже по вкусу такой. Не супер вкусный. В общем, ходите только в те утки, которые я советовал в других своих выпусках. Это не очень вкусно. Ну что, ребята, у нас сегодня очередная пятница. И в пятницу мы решили сходить в Maya Beach Club. Как видите, по пятницам здесь постоянно. И по пятницам-субботам проходят вечеринки. Сейчас идет подготовка полным ходом. Атмосфера достаточно, достаточно интересная. Такая предвечериночная. Уже сейчас сколько? Сейчас порядка пяти вечера. Уже достаточно много людей. Многие, видите, здесь сидят, ужинают. Кальянчики покуривают. А некоторые вот инженеры готовят, так скажем, к вечернему, к вечерней дискотеге. Девочка-диджей какая-то сегодня играет. Я ее даже не знаю, кто это. Вот такая вот интересная здесь атмосфера. Люди сидят, расслабляются, едят, выпивают. И смотрите, я вот специально решил заснять. Здесь сейчас прямо на пляже в Майя Бич Клабе. Как видите, сделали вот такую огромную надувную конструкцию. Соответственно, перекрыли зачем-то весь вид всем тем, кто берет, арендует лежаки в Майя Бич Клабе. Вот так это все выглядит. Милан, как тебе? Туда нельзя, да? Туда только нельзя почему-то заходить. Она просто надувается. Такая вот огромная штука. Как видите, на пляже достаточно тоже много людей сегодня. Да и в принципе, в принципе, не только сегодня. Среди недели тоже достаточно много людей. Там в сторону кетча. Все битком, все лежаки битком забиты. Ну, здесь так немножко поменьше людей, нежели чем в Майя. Но тем не менее. Ну что, ребята, вот так вот потихоньку влог подходит к концу. Я думаю, всем все сегодня понравилось. Была такая достаточно насыщенная серия. Напоминаю, все, кто хочет либо жить постоянно, либо временно в Таиланде, обязательно пишите нам. Мы занимаемся непосредственно и арендой, и продажей недвижимости. Поэтому все ссылки как на экране, так и в описании. Ну, а на этом всем пока и до новых встреч.